Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. В чем вопрос? Сейчас я успокоюсь, я прям, меня даже трясет, я что-то как-то не ожидала. Вопрос в том, что депрессия, наверное, затяжная, с которой я пытаюсь бороться долго. Ну, не то, чтобы бороться, а пытаюсь какими-то способами сама себе помогать. Вот, но что-то как-то все у меня бывает, конечно, и, ну, помогает, у меня какой-то подъем идет, все исправляется, но это ненадолго. А потом как засыпает, как забивает, что вот сейчас такой период, что очень тяжело. Жить не хочется. Как вы это чувствуете, что вам не хочется жить? Ну, ничего не радует, то есть абсолютно ничего не радует. Я себя заставляю, как бы я умом понимаю, что, ну, заставлять не заставляю, то есть это так не получится, нужно находить радость какую-то, как вот попасть в какой-то поток, где-то энергию исчерпать, то есть делать то, что хочется, вспоминать, какие были у меня там, не знаю, увлечения и так далее. Но абсолютно ничего не помогает. То есть я все делаю через зубы, все делаю через не хочу, все делаю. А что я делаю через зубы, через не хочу? Вытаскиваю себя на прогулку. У меня двое детей, то есть вытаскиваю себя. Одиннадцать с половиной лет девочкой и четыре года, четыре с половиной мальчику. То есть мы... Нет, я не замужем. Я разведена, и у меня были отношения после развода, пять лет отношения длились, мы не были расписаны официально. И в марте месяце отношения закончились, он ушел. И вот как бы мне совсем тяжело стало. Ну, а вот это депрессивное состояние, когда началось? Так, когда началось? Началось, наверное... Наверное, началось, когда я... В общем, я служила в военно-морском флоте в США, я в США жил. И, значит, отправили нас на плавание в диплоймент. И вот, наверное, там у меня началось, потому что стресс был даже не по работе, как бы, а больше потому, что я должна была оставить детей, двоих детей оставить. И для меня это было вот просто вот душераздирающее это было. А почему вы в армию пришли? Чтобы уйти от прошлого мужа. С кем я замужем была, и я не знала, какой выход мне найти, потому что он очень жестокий человек был. И такой вот я выход нашла. Ненормальный, наверное. И с крайности, и с крайности. То есть карьера военного, что он давал на тот момент? Когда это произошло? В 2015 году, в январе, как бы все, я совсем ушла. То есть у меня началась моя военная карьера. Подала я заявку стать военной в 2014. Это свободу мне дало. Свободу, свободу и независимость. Потому что в США я живу одна. То есть у меня здесь нет ни родственников, ни родителей. То есть я сама уехала и сама как бы здесь. Сама себя здесь все. В 2006 году я уехала. Зачем уехали? И откуда вы? Родом? Родом из России, из Саратова. Так, зачем вы из Саратова уехали в США? Я студенткой была, заканчивала, вернее, закончила четвертый курс в университете. Программа такая была. Была такая программа. И мы с подружками уехали. И подружки вернулись обратно. А у меня появилась возможность как бы дальше продолжать работать. И визу продлить. И я не захотела возвращаться. Я не захотела возвращаться. И решила рискнуть и продолжить работу, которую мне предложили. Что делали? Я работала в парке развлечений. А потом нашла работу в ресторане работать. И как-то так вот одно за другое. Потом, да, закрутилось. И потом переводчиком стало. И как-то так все вроде бы нормально. Ну вот когда облом-то произошел? Облом? Когда вот стало некомфортно. Облом произошел, когда вышла замуж и забеременела. И начались вот проблемы. Начались проблемы с мужем. И когда родилась дочка, совсем-совсем облом произошел. То есть произошел прям совсем облом. И пошло выживание у меня. Что такого стало в вашей личной жизни происходить? Когда вы вышли замуж? Унижения пошли. Пошло унижение. И совсем шок был. У меня был шок, потому что такое ощущение, как будто тот человек, с которого я выходила, как будто бы вообще не он был. То есть вообще не он, да. Он американец? Нет, он русский. Ну как с Украины, украинец он. Папа русский, мама украинка. Они здесь живут с семьей. Что началось конкретно? Что началось? Началось унижение. Началось обзывательство, унижение, претензии. Какие претензии? Какая ругань? Какое унижение? Как это выглядело? Выглядело так, что претензии ко мне, что я не делаю достаточно, что я денег не зарабатываю, что мне нужно выходить на работу, я ему не помогаю. То есть начались как бы, просто начались нормальные трудности, я так понимаю, жизненные. И, естественно, больше как бы финансовые трудности у него начались, как у мужчины. А я, получается, как бы первый ребенок, первый раз материнства, и я вся такая тоже в шоке. Все это пытаюсь как-то, не знаю, прийти в себя, как так. То есть для меня это все новое, для меня это все... А поддержки от него я не чувствовала. То есть я сама в шоке, а он в шоке от своих, получается, от финансового напряжения. И у него ко мне начались претензии, что, мол, давай тоже иди на работу. Я как бы, а как же вот, я вся такая мама, то есть я вся такая тоже. Мне кажется, я просто в шоке была от материнства, и была полностью погружена как бы всеми материнскими проблемами, там, трудным вскармливанием, и как вообще все это. Вот этот ребенок дышит, лежит, а я за него ответственная. То есть я во всем вот в этом, а он где-то совершенно на другой планете, то есть у нас долги, у нас финансы, нужно платить, давай помогай, ты ничего не делаешь. И вот все, как-то, мне кажется, из-за этого вылилось и вылилось в неуважение. Сколько вам сейчас лет? 36. 36. То есть когда вы родили, вам там было 25 лет, да? 25, да. 25 лет. А второго чего решили родить в таких отношениях? А второго, а я забыла, а я забыла, как мне плохо было. То есть мне стало хорошо, я как бы вот, я развелась, я развелась с мужем, и у меня был период времени, когда мне было очень хорошо, то есть свободно, то есть мне, в принципе, нравилось, когда вот я поступила на военную службу, мне очень нравилось то, что я делаю, даже хотя это было, я стала механиком и начала чинить вертолеты военные, что вообще как бы никогда в жизни не предполагало. И как-то мне все это не нравилось, у меня такая свобода была, и уважение на работе было, и хорошо мне было. И я просто забыла, я просто забыла, что есть такие проблемы, что они были. И встретила человека и влюбилась просто вот так вот, просто влюбилась. Влюбилась и мне захотелось, ко мне вернулось это чувство, что вот материнство, что может быть вернулось то чувство, не знаю, может быть по глупости, потому что я совершенно как бы не осознавала на тот момент, что ничего я не проработала, ничего я не осознала, я просто убежала от проблем, которые были, забыла, и я как бы этого не осознавала на тот момент. И вот так вот по глупости подумала, что все будет по-другому, хотя вот только сейчас, вот я сейчас понимаю, что ничего я не проработала, а просто вот сбежала, забыла, потом вроде бы как-то все у меня это пошло нормально, в состоянии хорошее, влюбилась, и хочется ребенка, хочется попробовать себя в материнстве. Думаю, все будет по-другому. От себя не убежишь. А что стало происходить? Во время второй беременности или сразу после? Ну, второй ребенок, вообще, конечно, все по-другому было. Все было хорошо. И беременность, и первые годы. Все было хорошо. То есть, никакого сравнения. Ну, да, тяжело, но это как у всех. Но была поддержка, было понимание. Подкосило то, что я до сих пор, когда я была беременна, я до сих пор была военнослужащая. И мой контракт первый заканчивался в конце беременности. Вернее, когда я родила, контракт заканчивался, и нам нужно было сделать решение совместное. То есть, подписывать новый контракт и продолжать службу, либо уходить. И мне кажется, мы просто сделали ошибку, потому что как бы все хорошо шло. И на работе все хорошо было, и как-то мы справлялись. И я подписала новый контракт еще на 4 года. И вот с этого момента все стало. Меня отослали сразу же, как только вот ребенку исполнилось. Меня отослали на плавание. И вот тут все пошло. Потому что ребенок был очень маленький. Ему было там год, год с небольшим, год и пару месяцев. И вот мой партнер, мой человек, с которым я жила, то есть он остался с двумя детьми один. С маленьким ребенком и с моей вот дочкой. И он за ними, то есть, полностью взял ответственность, ухаживал. И ему было очень тяжело. И вот это подкосило. То есть, я чувствовала его страх. Со мной то, что я просто, у меня душа раздиралась в клочья, потому что я не знала, как я, то есть, когда я уходила на корабль, я знала, что 7 месяцев меня дома не будет. Вообще без какой-либо связи, там, без телефона, без интернета. То есть, как там, что, дети будут болеть, не болеть, как он будет справляться, там, школа, там, танцы, А ребенку младшему сколько было, когда вы ушли вот в это 7 месяцев? Ага, плавание. 7 месяцев. Сколько было? Где-то ему было, это было год и, где-то полтора года, наверное, год и 4 месяца было, примерно. То есть, маленький он совсем был. А во-вторых отношениях подписание контракта, оно чем было мотивировано? Тем, что надо тоже деньги зарабатывать? Да, просто, ну, финансовая стабильность, как бы. Ну, если есть партнер, пусть работает. Вы зачем должны работать? Он тоже был военным, у него точно такая же была работа, и когда ребенок родился, у него там по состоянию здоровья, как бы, ему нужно было уходить. Вот, и получилось так, что его просто, как бы, не по его желанию, ему пришлось. Списали? Списали, да, его списали, там, у него с задним глазом была проблема, его списали. и я просто его, как бы, вот так поддерживал, наверное, у нас такие были, у нас хорошие отношения были, я его поддерживала, и то есть, кто-то один из нас должен был, как бы, вот оставаться, и осталась я. Но вот это как-то так убило нас, что вот я осталась служить. И через 7 месяцев, когда вы вернулись с своего боевого похода, где были плавания, куда плавали? Да везде. Да нет, не секрет, это в Бахрейне были, во Франции, в Малайзии, в общем, везде там по... У вас авианосец? Авианосец, да. Авианосец, так. в боевых действиях принимали участие? Ну, конкретно мы, нет, наши вертолеты летали, то есть, я механик была, мы чиним вертолеты, их запускаем, они там улетают, что они там делали, ну, нам показывали там, ну, они нам показывали видео, там они скидывали, там. Все вернулись обратно? Всех, кого я знаю, всех, кто, с кем я работала, да, все. Так, возвращаетесь вы из плавания по миру, что дальше происходит? Возвращаюсь и... Три года назад, судя по всему, была, да? Возвращаюсь и тяжело было, как-то тяжело обратно в русло влиться. Я даже и не знаю, вроде бы тяжело, но нормально. И я просто поняла, что хочу уходить, вот, хочу уходить с работы, я больше так не смогу никогда в жизни, то есть, это первый, последний раз, я больше не хотела никогда в жизни, то есть, оставлять детей. А вот в той команде, в которой я служила, они были очень там, ну, главнокомандующий, он всегда хотел волонтерством заниматься, то есть, куда кого отсылали, то он руку поднимал, и, то есть, за всех нас решал, и всех нас, в общем, слали. И я знала, что вот мы приехали, но ненадолго, то есть, я знала, что он обязательно поднимет руку где-нибудь там на каком-нибудь совещании, опять нас отошлют, и, в общем, я начала искать способы, как мне уйти, то есть, любыми способами я сказала, что я там не останусь. В общем, и как-то так все стрессово, потому что вместо того, чтобы дать нам отдохнуть, хотя бы там с семьей побыть какое-то время, нас также держали там по 14, по 15 часов в день на работе, и то есть, я даже не могла как бы обратно влиться в семью, там с детьми, мой сын вообще не хотел меня принимать, там все время папу просил, и как-то больно мне было. И, мне кажется, вот тогда вот я начала в какую-то впадать, вот такую, не знаю, в серую яму. И, в конце концов, я нашла способ уйти, поскольку я была не замужем, то есть, официально мы не были расписаны, никаких родственников у меня не было, то есть, у меня до этого... А вот этот бойфренд, он американец был у вас? Американец, А чего у него расписались? Ну, потому что он до этого был женат, нахлебался, я была замужем, нахлебалась, и как-то вроде бы нам и так нормально было, и мы что-то так как-то боялись, что ли, даже туда пойти опять и сглазить, все, вроде бы ничего, все было хорошо. Наверное, просто натравмировались оба, и не хотели еще раз опять, уже так, наверное, думали, если что случится, уж разойтись проще, потому что очень тяжело здесь со всеми этими судами, разводами, и как-то не хотелось нам, наверное, обоим лезть туда. хотя мне хотелось, конечно. И что дальше стало происходить? Тяжелый период был, когда вот я боролась с руководством за то, чтобы уйти, в конце концов, вот я ушла, поскольку не было ни родственников, ни расписано было, и на основании того, что я как бы считается по документам мать-одиночка, мне как бы вот разрешили досрочно, досрочно уволиться. Хотя я не отслужила второго срока, но вот из-за этого всего мне разрешили. Ну и все, и как-то вот после этого все, я прям просто впала в какую-то ненужность. Мам, can I take your sex enough? Hold on, Дима, I'm having an appointment. Сейчас, извините, три секунды. Go sit down, go sit down. I can't help you, can go ask Tasha. Come sit down, come sit down. Go ask T. a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Ребенок требует маму. Да, что-то тут у меня ничего еще. Мам. Ну, начал вашу боль воспроизводить. Do you want a marshmallow? I'll get you a marshmallow, ok? Сейчас я ему что-нибудь дам. И смайон на меня. Успокойся. Подожди. Какой-то? Ну, вы начали трогать эту проблему. Он чувствует это? Обычно он играет и играет. Оль, давайте вы его успокоитесь, потом мы вас включим. Я пока позанимаю другим делом. Хорошо? Хорошо. Выдите еще раз на съесть. Хорошо, сейчас я прям 5 минут, сейчас я вам придумаю что-нибудь. Хорошо, да. А то у нас не все люди-то выдержанные такие, как есть. Давайте поработаем, Оля как там успокоит ребятку, потому что именно вот этот конгломерат ее депрессивных переживаний завязан на детях, чувство вины и так далее. И мы стали к этому приступать, и ребенок это почувствовал, поскольку для нее это такая же боль, в которой он живет. И детские истерики, они на самом деле имеют под собой основу. Поэтому давайте на вопросы поотвечаю, чтобы вам в эфире не слышать детские крики, тем более не все к этому привыкли. Но у нас здесь не все понимающие мамы, это раз. Так, интересная история. Мама на самообвинениях зависла, безусловно. Из-за этого у нее реально депрессивное состояние и ощущение отсутствия смысла в жизни. И поэтому, да не жаль, жалеть не надо никого, потому что если вы жалеете кого-то, вы реально помочь не можете. Там надо поработать и кое-что подредактировать. Психосоматика цистита. Это тогда, когда вас выпирают из вашей жизни, из пространства, из комнаты, из чего-то еще, и вам некомфортно. Ваш мочевой пузырь пытается застолбиться за тем пространством, с которым вам хочется остаться. Или вас как-то несправедливо к вам поступает. Либо партнер вас выдавливает чем-то, своим каким-то поступком. Так. Как быть, когда раздражают дети. Вот когда уроки. Вот нам вот сейчас тогда крики оставить, и вам потренироваться еще. Так. Вдосмаркнулся, пойми на телесины. Я понял, что у меня таких проблем, потому что у меня не проходит простуда. Зависли на каком-то самообъедении, поэтому простуда не проходит. Так. Оля пишет, успокоился. Сейчас пусть напишет еще что-то. Я не заметил сообщение. От теленика. Чат вообще иногда подвисает конкретно. Вы видите одно, я вижу другое. И задержка все идет. Звонить Ольге. Ну, я ее номер не знаю. Она пишет, успокоился. Ну, пусть еще раз напишет. Пока не вижу ее. Ника. Оль, напишите. Я вас тогда возьму. Так. Белор Танец. Стало хорошо, видимо, да? Сейчас я могу здесь посмотреть в запросах. Нету здесь запросов сейчас. Подождем. Немангиома. Тромбоз после родов. Что с родами было связано? Какое потрясение было? Что для вас вообще роды? Температура упала. Здорово, Таня. То есть, было видно, что она начинает впадать. Но сейчас вот это пошло. А вот все. Теперь я вас вижу. Сейчас я вас обратно включу. Да. Здравствуйте. Вот, я здесь. Спасибо большое, что подождали. Спасибо. А мы никуда не торопимся. Дети спят. Что еще надо? Да, хорошо. Итак, Оль, мы начали подступать к самому интересному моменту. То есть, вот вы списались со службы. Что вы теперь делаете? У вас какой-то контракт? Какая-то работа есть? Дети дома. Пытайтесь получать. Я в школу хожу. Записалась в университет. И переучиваюсь на совсем другое, как бы, дегри получаю. На психолога. Собственно, это прямо, знаете, обзорное решение. Не знаю, что делать, сиди на психолога. Это просто получается, что когда я еще была военнослужащей, я почувствовала, что у меня состояние какое-то вообще ненормальное. Я поговорила со своим военным доктором. И она меня отправила к психотерапевту. И ходила я к психотерапевту где-то с сентября 2019-го по март или май 2019-го. И как-то так вот мне все казалось, что... 20-го, наверное, да? То есть полгода делала? Да, да. Нет, 20-го. То есть с сентября 2019-го по май 2020-го. И вот мне как-то казалось, что мы вот так вот там поковыряем чуть-чуть по поверхности. И я вот все время у нее вопросы спрашивала, спрашивала, а не получала как бы ответа. То есть она все время говорила мне, подожди, ты вот выполняй домашние задания, ты вот аффирмации делаешь. Я говорю, да делаю, не помогает мне ничего. В общем, как-то так вот после этого мне вот в голову пришло, что я просто хочу разобраться сама. Потому что я копаюсь, копаюсь. То есть я после каждой встречи с ней там сижу в интернете копать, потому что мне хочется поглубже. А она как бы мне не давала... Это психоанализ был, что ли? Психоанализ, да. Ну вот психоанализ не работает в таких случаях, как у вас. Не работает, к сожалению. Сейчас у меня все психоаналитики тухлые помидоры в меня будут кидаться. Но не работает. Вы 9 месяцев сходили, конфликт как был, так и остался. Конфликт как был, так и остался. И просто единственное, я поняла немножко, что вот я хочу понять. Куда второй бойфренд делся? Никуда не делся, ушел. Просто ушел, снял отдельное жилье. И мы сейчас живем отдельно, детей делим. Кто вас кормит? Я сама себя кормлю. Потому что за школу. А как военная я отработала себе, мне за пенсию отработала и за поход в школу мне платят, получается. То есть как стипендию платят. И стипендия достаточно большая. Но у вас с гражданством все решено уже, документы есть? Да, да, у меня гражданство давно уже, у меня секретность, из-за работы секретность была, поэтому гражданство давно уже. Хорошо, давайте поработаем с вашим состоянием. Как я себя сейчас чувствую? Напишите ощущения. Ну, сейчас очень волнительно, у меня сейчас прям вот так вот сейчас прям колочится у меня все и трясется. Где колочится и где трясется? Ну, прям вот в груди у меня прям вот тошнота поступает, потому что очень волнение, наверное, сильное. Прям вот, я не знаю, прям в горле вот здесь прям вот тошнит меня. А вот жить не хочется, где дети находятся в моем теле? Да. Ну, наверное, вот здесь что-ли, в груди где-то что-ли, мне прям вот тяжело и все, хочу выключить. А мысли о самоубийстве приходили в голову? Да, приходили. Они у меня каждый день. Давно они у вас? Ну, первый раз у меня, наверное, было, может быть, не знаю, может быть, когда вот он ушел, такие прям стали у меня сильные, потому что получается, как он у меня единственный вообще, как бы родной человек был последний здесь в стране. Когда он ушел, я так поняла, что я совсем одна просто, совсем одна. Так, отлично. Значит, зафиксируйте это ощущение, я одна, я одна. И вот это боль, которая вот здесь сидит, когда жить не хочется. Поймали это ощущение? Пойдем в прошлое посмотрим откуда. Мне 30 лет. Это есть ощущение в теле? Угу, есть. 20? Есть. Десять лет. Мне 10. Да, болит. Мне один год. Болит в груди. Мне один месяц я сживаю у мамы. Не знаю. Не знаю. Есть это ощущение в один месяц или нет? Мне один месяц я сживаю у мамы. Чуть-чуть есть. Сколько процентов осталось? Мне кажется, может быть, 20-15. 20-15. Мне один день я сживаю у своей мамы. Ну, все успокоилось. Как-то успокоилось все. Мне два месяца я сживаю у своей мамы. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть в груди. Зарождается, да? Да. Не три месяца. Не три месяца в желти у мамы. Угу. Больно. Мне кажется, больше. Что такого происходит в этот период жизни, связанное с этим ощущением? Не знаю. Мама очень хотела меня. Они планировали меня там 10 лет. Они меня планировали, высчитывали, чтобы именно я родилась. Так. Два. Мне два месяца в желти у мамы. Что в этот момент происходит, связанное с этим ощущением? Я в желти у мамы, я начинаю это чувствовать. Что в этот момент начинает происходить? Ну, может быть, не знаю. Мама недовольна, наверное, чем-то. Какая она у меня, характер у нее. Недовольный. Может, переживает. А что это значит, вас долго ждали? Мама хотела, вернее, как... Ну, по рассказам, я знаю, такая у нас история, все время рассказывали. У меня сестра старшая, на 10 лет меня старше. И когда она родилась, она все время просила или братька, или сестричку. У всех были, а у родителей только вот она одна. А они как бы говорили, что вот, мол, не знаю, почему нет, да нет. А потом они начали меня высчитывать. Там какая-то таблица у них была специальная. И вот, чтобы именно девочка родилась. И вот они там высчитали, когда, в какой месяц зачатие и так далее, чтобы вот я родилась. И вот так вот 10 лет они там готовились. Не знаю, что они там высчитывали. И вот... А зачем девочку назвать? Зачем? Мама хотела, мама все время говорила, помощница для души, не для кого, а для меня, для моей души. Там вот первый ребенок просто, ну вот, родился, родился, а вот меня вот я буду для ее... Сорняк в огороде? Первый ребенок? Ну как? Сорняк в огороде первый, да? Ну не знаю, как. Ну первый получился, наверное, получился. Молодые были. Она все время так говорила. А вот второй она специально планировала, вот для себя, для своей души, как она все время говорила. Для души, для своей помощницы и так далее. Да. И вот мама беременеет и об этом узнает. Как ощущения? Ой, она меня тошнит. Прямо тошнит меня. Ага. А чего тошнит-то? Ну вот что-то как-то тяжело. Не знаю. Вот что в этой истории... Как тошнит, мне некомфортно. Да, вот в этой истории моего морального изнасилования, да? Когда мама для души меня рожает. Есть на самом деле еще. Что я очень сильно чувствую, и все вот эти истории, особенно с рождением детей связанных, они усилили этот конфликт, и кукушка стала отъезжать в другую сторону. Давайте наизомбище своими именами. Что там происходит? Ну, вроде как повесила мама на меня вот этот вот груз, наверное. Да. Я не оправдываю. Ну вот груз, вот что вот я какой-то, я не знаю, ребенок для души, спаситель ее. Да, а чего я маму должна спасать? А чего я маму должна спасать? Вроде как... Она, наверное, сама не знает, от чего. Ну, вроде как я должна была быть вот... Не знаю. Не оправдала я, наверное, может быть, каких-то ее... Что моим появлением на свет мама хотела разрешить или доказать кому-то? Что может быть... Какая идея моего рождения была? Ну, что, может быть, ее кто-то будет любить, вот, без... Кто? Без... Как это сказать по-русски? Без... Безусловно. Безусловно. Ну, если наоборот условно, вы же понимаете, да, вот у меня будет второй ребенок, я в глазах чьи-то буду значимым персонажем, правильно? Ну, может быть, не знаю. Но отец у меня хороший был, то есть муж у нее хороший был, и любили они вроде друг друга, и все у них было. Не знаю. Зачем мама меня родила? Давайте вот ответьте прямо на этот вопрос. Нафига я своей маме была нужна? Ну, чтобы радоваться на меня. Вот мне кажется, она все время так мне говорила. Вот просто вот радость души, помощница, и вот чтобы я была рядышком всегда, она говорила, вот ты у меня всегда будешь рядышком. Зачем я должна быть рядышком всегда с мамой? Зачем мне помощь нужна? Что у нее там? Коровник, что ли, большой? Некому работать? Что там было? Ну, может быть, не знаю. Ну, так, если я умом думаю, то, скорее всего, для каких-то своих психологических потребностей, наверное. Каких? Не удовлетворенных. Каких? Ну, чтобы кто-то любил ее, наверное. Ее папа не любил? Любил. Любил, но по-своему. Но она, наверное, не понимала этого. У них непонимание было. Они вроде бы и любили друг друга, и всю жизнь вместе прожили, пока вот он не умер. Но мне кажется, там глубже, наверное, было. Как мама себя чувствует в этой жизни? Давайте так, задам вопрос по-прямому. Как она себя чувствует в этой жизни? Непонятой, наверное. А мама чувствует себя ненужно? Да, наверное, чувствует. Ну, сейчас тяжело сказать, потому что она одна сейчас. Папа умер в прошлом году. И сейчас, конечно, тяжело, потому что сейчас она действительно ненужные чувства. Это же дети. Я раз уехала вообще. Ну, она, когда вы, допустим, были постарше, но еще жили в России, да? Куда-то могли уйти, уехать и так далее. По своей инициативе, не знаю, в Бабске или еще куда-нибудь. Как она вас отпускала? Без проблем. Я вообще практически дома редко была. Вроде бы без проблем. А я, ну, вот так вот, как-то с 14 лет я все время где-то, где-то у кого-то. И даже, так сейчас вспоминаю, она меня без проблем отпускала. Итак, давайте еще раз, Оля, сосредоточимся. Вам 2-3 месяца, вы в животе у своей мамы. Что вы чувствуете в этот момент, связанное с этим ощущением? Ну, опять тошнит, вот, тошнит меня. От чего меня тошнит? От чего меня тошнит, когда я в животе у мамы? Ну, вот не хочется мне... Какой-то вот дискомфорт, какой-то, не знаю... С чем это дискомфорт связанное? С какой мыслью, с каким состоянием, с какой идеей этот дискомфорт связанное? Чье это состояние? Наверное, мамино. Это состояние, раз мамино, раз я в животе... Да, с чем это состояние у мамы связанное? Не знаю. Вроде как ненужность какая-то, что ли. Ненужность, не знаю, ненужность. Беременность маме все-таки не нужна. Или мама чувствует себя ненужной в этом мире? Наверное, мама чувствует, потому что беременность как-то вот по историям, по рассказам, не состыковка. По рассказам это была такая вот ожидаемая. По рассказам это было прям планированно, ожидаемо. В чем мама, моя мама, когда я у нее была в животе, чувствовала себя ненужной? В чем мама себя чувствовала ненужной в этом мире? как женщина может быть вот может быть папа не хотел может папа не хотел может ему уже все там что мой так тяжело было не знаю вспоминайте свое детство там 10 15 лет какие у мамы были ощущения от семейной жизни но навсегда недовольна была сюда не как-то ну папа мало помогать детьми папа плохо зарабатывает все время у него в принципе вот по жизни претензии претензии я сейчас смотрю мне прямо вот больно за это потому что я вспоминаю как бы папа хороший был и старался он как мог все отдавал но вот из-за того что мне кажется мама постоянно вот чукла пилила пилила и чукла и чукла и все время недовольны все плохо она недовольна была именно на самом деле была недовольна собой и было не комфортно замужем не комфортно как женщине было и соответственно вот в этом конфликте мама и находилась и вы это просто почувствовали самого свою еще глубокого зачатия а сейчас прилетела несколько раз по этой же теме и поэтому вы на этом совсем зависли и стало грустно жить но это не ваши чувства они просто застряли глубоко у вас вот сейчас мы с этим поработаем и посмотрим к чему это приведет и так оля скрыть себе мне один день я в животе у своей мамы моя мама еще не знает что она беременна как и себя там чувства как и себя там чувства ну ничего вроде спокойно в теле нет тошноты тошноты нету вроде нету представьте что в этот момент к вам приходит сам бог и говорит дорогая Оля в твоей жизни получится так что когда твоя мама узнает что тобой беременна она будет очень сильно переживать по поводу того что она не нужна как беременная женщина будет сильно недовольна твоим папой и твоим появление на свет ее на самом деле сильно не обрадует. Но все это для любви, для радости и счастья. Это для того, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, гармоничной, уверенной в себе девочкой, а в будущем женщиной, которая получает удовольствие от того, что живет просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы когда ты сама станешь матерью, и у тебя будут складываться какие-то семейные отношения, то ты в этом почувствуешь себя абсолютно уверенной, счастливой и будешь чувствовать и будешь чувствовать себя под защитой. И чтобы это ощущение доставляло тебе комфорт, радость и счастье. Это для того, чтобы в твоей душе, в момент твоего рождения, в тебе бы открылся дар безусловно любих самых себе, и это бы ощущение доставляло тебе бы огромное удовольствие. Как постоянно? Что я чувствую сейчас? У меня два-три месяца, я в животе у мамы. Ну вот я тошноту не чувствую, но у меня где-то вот под ребрами, что ли, как-то вот это самое тяжело под ребрами. Но тошнота прошла и страшно. Страшно, мне кажется, страшно, мне самой страшно. Что страшно стало? Ну страшно, что сейчас вот я глаза открою, вот вы когда говорили, и я вот слушаю, а у самой в голове сейчас я глаза открою, а я, и опять у меня эта мысль, что вот как мне, ну вот тяжело, просто страшно, что я сейчас... Ну открою, и ржать начали. Мне тяжело. Как ощущение? Как я себя чувствую в этом мире? Как я себя чувствую в этом мире? Сейчас. Какое-то истеричное такое. Вроде как-то и грустно, а почему-то мне такая какая-то истеричность. Потому что крючок начинает уходить изнутри, и вот это все вылетает напряжение, в котором вы жили много лет. Еще вот это вот самоедство, да, с вашим надо тоже отработать, потому что вы в этом тоже поднаторили. Итак, скажите себе, мне один день я в животе у своей мамы? Мне один день я в животе у мамы? Мне один день я в животе у мамы. В этот момент вам приходит Бог и говорит, дорогая Воля, если в твоей жизни получится так, что когда у тебя будут рождаться дети, ты будешь вынуждена с ними расстаться, потому что будешь уезжать надолго в командировке, чтобы выжить и заработать деньги. И первое, может быть, на тобой издеваться, заставлять себя работать, когда ты только родишь. А со вторым ребенком ты уйдешь на 7 месяцев поход и не будешь его маленького видеть. То это для того, чтобы ты в этот момент чувствовал себя абсолютно счастливой, уверенной в себе женщиной, которая поступает правильно и получает от этого удовольствие. Это для того, чтобы ты чувствовал себя всегда уверенной, гармоничной и что ты не одинок. Это для того, чтобы ты ощущала присутствие высших сил в каждый момент своей жизни, которые заботятся о тебе и формируют у тебя самые гармоничные, счастливые события и подсказывают тебе самые мудрые решения, доставляя тебе огромное удовольствие. Как ощущения? Ну так, спокойно мне, у меня спокойно в груди. У меня как-то оно переходит. Вот первый раз, когда вы сказали, у меня тошнота ушла, и вот оно как-то у меня ушло под ребра. А вот когда второй раз вы говорили, оно у меня из ребер пошло вверх, и вот где-то, где сердце начало вот так вот давить начало, как-то оно у меня путешествует. Как ощущения? Сейчас, ощущения как. Ну мне спокойно, на душе спокойно, а в теле, а в теле... Оно, знаете, какое-то странное, оно вот не стоит там, оно вот как-то вот так вот, то уйдет, то придет, вот такое какое-то, оно вот так вот делает. Вот так вот делает. То есть, то больно сжимает... Как метод этого? Ну, не знаю, больно, больно. То уйдет, то пройдет. Так. Предположим, новую ситуацию. Вы беременны? Вы беременны? Третий раз. Как ощущения? Так произошло. Как ощущения? Ладно. Как ощущения? Что вы чувствуете в этот момент? Ну вот, что... Как я так могла опять надурить? Вот ощущения. Как я так могла? Да. Как такое могло? Ну, у вас любимый человек, вы с ним занялись любовью, и... произошло то, что произошло. Как ощущения? Ну, у меня голова включается. У меня сразу голова включается, потому что... Как я такое могла вообще не предусмотреть? Ну, может быть, вы любите мужчину, и вы замуж вышли? Ну, вот, как бы, у меня, говорю, включается голова, что один раз случилось, как бы, да, хорошо я хотела. Второй раз, ну, вот, получается, сделал и пострадала сильно. А я себе, как бы, вот, думаю, третий раз уже никогда в жизни я так себя не зарою. Третий раз. Почему вы считаете, что ребенок это то, что должно зарыть? Ну, не для всех. Для меня. Ну, потому что у меня нету, как бы... Ну, опоры у меня нету, и сама себе придумываю больше препятствий, больше проблем, и... Ну, вчера не было опоры, сегодня уже есть. Ну, вот я так думала про второго, вот последнего, с кем у меня отношения были, думала, что вот он, моя опора, что вот можно положить в 100%, что ребенок... Не ребенок опоры, ни в коем случае. Да, да. Это проходило. Да, да. Что вы опоры сами для себя, потому что вы стали мамой, и это прекрасно. Да, но мамой без мужчины все-таки как-то... Слушайте, ну, как-то сложноватенько. Ну, еще это самое деление не разработали для людей, поэтому вы стали мамой с мужчиной, но просто у вас не сложились с ним отношения. Не надо две вещи путать. Совершенно разные этапы вашей жизни. Беременность с мужчиной и взаимоотношения с ним, это две разные вещи. Мне кажется, это все взаимосвязано, потому что растить детей как бы одной, но это... Слушайте, они сами вырастут, что их растить-то? Вы что, прям контролируете рост вашего ребенка, как у него размер с 27-го до 28-го увеличился? Нет, конечно. Мне кажется, я просто... Что? На данный момент мне просто как-то... Как? Мне бы не хотелось, чтобы они видели меня вот такой, что вот я не... Ну, потому что я думаю, что они это чувствуют, что я вот выцеживаю из себя там каждое время. Ну, радость из себя вот я выцеживаю, вот там поездки какие-то через силу, какие-то походы через силу. Почему вы, ответьте на вопрос, Оля, не можете просто наслаждаться жизнью просто так? Ну, потому что мне хочется... Потому что мне хочется, мне просто... Вот у меня самое большое желание, вообще заветное мое, чтобы вот все улетучилось, и я легла, и меня не трогали. Просто я куда-нибудь вот зарылась, вот вырыла себе где-нибудь яму, зарылась, и меня вообще не трогали, там, я не знаю, три, четыре, пять, не знаю, сколько месяцев. И чтобы вообще я просто не шевелилась, и... Кто вас не должен трогать? Ни дети, ни люди, никто не работает, ни учеба. Вот просто, чтобы я вообще... Я хочу просто вот вниз лицом зарыться и лежать, и... Ну, вот вы зарылись. Вот вы зарылись, представьте. Вот мне хорошо. Вот хорошо, если я зароюсь, я хочу просто... Ну, может, это нехорошо, но... Год прошел. Я зарылась, прошел год. Как ощущения? Наверное, буду отрываться. Если я полежу, там, меня никто не будет трогать, я, может, отрываться начну. Год прошел, меня никто не трогает. Как ощущения? Что я буду делать дальше? Ну, мне кажется, у меня энергия появится. Вот появилась энергия. Что дальше? Наверное, может, мне и захочется, когда там полежу я... Чего захочется? Захочется, семью захочется, захочется идти куда-то и от радости, может быть, что-то делать, а не выцеживать. Мне кажется, я просто затыркалась. Вот, мне кажется, я затыркалась. А возможности... Почему все это связано? Потому что возможности просто вот, я не знаю, закрыть и вниз лицом лечь, у меня нет возможности. То есть, постоянно нужно. Потому что у вас есть чувство, что вы обязаны дать все детям, пожертвовать собой, всех покормить и так далее, обеспечить. Даже слова не есть. Ну, есть такое. Ну, есть такое, да. Чувство долгое. Вам мама это внушала, и вы до сих пор в этом внушении живете. Ну, есть. Вы должны. Ну, есть. Я работаю над этим, то есть, я понимаю, что никому я ничего не должна. Я должна себе. Должна вот я себе. И если я буду счастлива, они будут счастливы. Даже если я им там не приготовлю какие-то трехразовое питание. То есть, всем будет лучше, если я, ну, не знаю, я как... Ну, вот последние три дня я вот просто себя, я себе позволяла, просто позволяла, вот я, не знаю, на полу лежать. Просто я лежала на полу и говорила им, не трогайте меня, я лежу. Ну, старшая дочка, она уже знает, у меня бывает, она меня не трогает. А маленькие там... А потом у меня чувства вины приходят, что вот он целый день телевизор смотрел, а я просто на полу лежала. Никакая. У меня начинается чувство вины, что зачем вот это такая им вообще, зачем это все смотреть им на это, и... что я им радости не даю, потому что я не знаю, откуда ее взять. Потому что вы себе ее не даете. Как сейчас самочувствие? Ну, мне получше, честно скажу, мне получше. Как это так вот... Как самочувствие? Напишите его. Ну, так даже у меня как-то вот и прибавилось у меня, не знаю, энергия, что ли, как будто бы вот свалилось с меня, что-то свалилось. С плеч свалилось вроде как-то и можно и встать даже, и... Можно и встать, и пойти. И еще одну программу мы отработаем, которая еще пока фонит, и чтобы совсем было хорошо. Ускажите себе. Я в том месте времени, где начинает зарождаться моя душа. Я в том месте и в том месте начинает зарождаться моя душа. Как о мужчине? Хорошо. И в этот момент приходит Бог и говорит, дорогая Оля, в твоей жизни получится так, что когда ты будешь рождаться у своей мамы, она тебя будет воспитывать в духе, что это ей должна. И ты с этим ощущением будешь жить некоторое время своей жизни. Но это для того, чтобы именно в 36 лет ты бы забыл об этом и почувствовал вместо этого чувство благодарности самой себе и счастья. Просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы с этого момента сам Бог стал бы управлять твоей самооценкой и вкладывать тебе в голову нужные светлые мысли и направлять твои чувства в сторону созидания любви и счастья. С каждым вдохом открывая все сильнее эту связь и даруя тебе ощущение блаженства. Просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы ты ощутила, осознала и глубоко почувствовала, что для твоей жизни нет причин. Ты сама можешь наполнять твою жизнь огромным смыслом и выбирать развиваться в ту сторону и двигаться туда, куда ты захочешь. Твоя душа полностью свободна и не иметь никаких ограничений. Если кто-нибудь когда-нибудь захочет тебя сделать виноватым, если ты вдруг захочешь почувствовать себя кому-то что-то должное, то это для того, чтобы ты еще больше себя любила в этот момент и раскрыл бы себе дар безусловной любви, который бы стал управлять твоим мышлением, поведением и событиями в твоей жизни. Как состояние? Как будто бы я вот рюкзак тяжелый скинула. Как будто бы вот просто вот я что-то несла и тут вот оно у меня я его сняла, я его сняла. И так дышать, дышать легко, дышать легко. Ну, вот вы когда говорили, у меня сразу прилетело. Я вот все слушаю и как бы вот это вот я скидываю рюкзак скинула и могу и вздохнуть и у меня прям вот как бы и воздуха много и тут сразу у меня прилетело у меня когда вот этот молодой человек ушел у меня нездоровая началась как это сказать obsession то есть навязчивость да, именно вот прям вот она нездоровая эта навязчивость то есть это как бы там не знаю не любовь какая-то а просто вот обсession и когда вот вы мне это говорили что вот и свободно и все я себя чувствую и выбирать и решение самой себе и у меня сразу прямо оно прилетает ага а как же а как же а вот ты помнишь да как ты будешь и будешь что ну вот так вот как-то аж мне заикнуться хотела хотела ну ничего где это все не знаю где было и прошло ну в раз прошло наверное да могу вроде вроде могу я все все могу вроде ну в каком городе живете США Сан-Диего Сан-Диего Калифорния самый юг да с мексиканцами я прям вот живу на самой границе Чула Виста если я не знаю вы знаете здесь прям вот до границы мне 10 минут ну я не был несколько раз в Сан-Диего помню это Камарилы что ли или Кабарилы Камарилы ну Камарилы это здесь в 2 часах езды от меня я больше прям вот на самом юге я живу прям вот на самом не-не похоже там где вот ветеранские могилы идут и там вот знаете такое место для все приезжают и на смотреть на Мексику да на Мексику очень похоже назвать Point Loma как-то так название не запомнил но там еще красивый вид на океан и на Мексику и там в ветеранских могил проезжаешь там какой-то там национальный заповедник парк и так далее там охрана на въезде стоит и вот так ну да наверное Point Loma наверное ну недалеко я здесь прям вот здесь я живу хорошая городишка ну хотела я сюда да я хотела сюда и заработала я это место заработала как бы потому что всегда мечтала до этого я жила в Ахайе вот со своим мужем с которым от которого я вот ушла это севернее Лос-Анджелеса Ахайе Ахайе это вообще на другом побережье Ахайе это Атлантическое побережье это там на а все я понял просто есть местечко Ахайе тоже под Лос-Анджелесом там деревушка такая ну это тоже деревушка только на другом там совсем дереву в Америке Санкт-Петербург уже есть да есть есть как самочувствие вроде я их хотела ну как самочувствие мне кажется могу я все так я должна кому-нибудь нет не должна но вот чувство ответственности все равно конечно такое вот дети дети у меня вот дети они вырастут сами может я травмирую что ли вроде слушайте вы им нафиг будете ей нужны это нормально что в этом плохого они вам уже дали все что они могли дать вы стали мамой два раза скажите им спасибо судя по энергетике третий раз можете стать ну прямо это висит в подсознании тема которую вы больше всего боитесь боюсь ага больше всего боится на самом деле надо дар принять и кайфануть от этого вам надо как женщине расслабиться да хватит воевать с собой и придумывать себе излишнюю заботу загоняя себя дальше в углу просто сейчас не надо стремиться никакой особенно работе немножко побыть бомжом в хорошем смысле этого слова чтобы насладиться американской экономикой хоть в ее такой маленькой части да социальным обеспечением прийти в себя миссисочек 2 так побомжевать морально и потом почувствовать что вы еще хотите делать и позитивные события сами придут сама мысль придет Бог что делать для того чтобы вам лично было хорошо помятую о том что вот этот ваш мальчик он через 15 лет скажет пока мама понимаете да и пусть он идет туда куда хочет и вы кайфанете от этого ему будет классно и вам тоже но вот эту независимость себя от него и его от вас уже надо нарабатывать он не ваша собственность вы его прокормите он американский гражданин с ним все будет хорошо на территории Соединенных Штатов у меня даже не по финансам как бы вопрос у меня просьба по финансам я как бы я разбираюсь то есть у меня там и подработка есть и я пенсию получаю наработала то есть у меня именно вот что я им не даю счастья детского как бы вот детского счастья потому что вам не давали но скажите это ваш личный опыт вы пытаетесь его все время навязать за столько своим детям а он нафиг не нужен они могут абсолютно без вас обходиться и все будет в порядке вам нужно самой себе сказать и понять чего вы лично хотите я лично как Оля что хочу в жизни вот нет вас детей вот нет детей вот нет вот все вот мне бы хорошо было вот мне бы было бы так хорошо мне кажется если бы не было мне было бы очень хорошо их нет их нет они выросли и ушли как ощущения я куплю себе мотоцикл и буду гонять мотоцикли вот мне вот мне вот а я не могу я не могу потому что я мама почему что у Миши стать байтером купите себе сейчас мотоцикл и гоняйте на нем хотя бы по часик в день наслаждаясь духом свободы я поняла надо просто в Сан-Диего хорошие дороги как раз на байке можно кататься нет горок сильных все безопасно главное в повороты не вкладывать там и поворотники включать ну я поняла да то есть надо просто я понимаю что смысл надо делать то что хочу но вот меня накрывало меня накрывало и у меня не хватало сил дойти до того что я хочу как бы у меня накроет и все я вроде бы начинаю думать не надо никуда идти не надо никуда идти надо просто расслабиться у вас вот говорю вот вам в психику попал вирус со времен вашей беременности когда вы были там у мамы в животе потом вам по этому вирусу по голове несколько раз проехала жизнь дальше вы себя загнали в угол чтобы сбежать от первого мужа и на этом фоне еще как-то умудрялись рожать и одновременно бить себя по голове потому что вы обязаны всем и вы почему-то стали это беспокойство включать что здесь я не там погибну без вас и так далее но это не ваше чувство это не ваше эмоциональное состояние это все что через вас проявлялось а вы как говорится жертва идеальной жизни надо надо родить ребенка чтобы вот галочку поставить и чтобы ребенок был отдушинкой чтобы издевались над ним его насиловали морально типа для счастья ребенок не ваша собственность он этот пассажир пришел на станцию когда вы его возвращали вышел из вашего тела чуть-чуть повзрослел и сказал пока а вы тут думаете что это роль в чем-то другом таком магическом надо что-то там изобразить из себя иначе жизни не будет хребта с 2 они без вас проживут спокойно да я поняла я поняла а как мне как мне как мне перестать вот это вот гонять ну вот загонять себя и как это сказать как вот это вот обсаживание как мне перестать вот это вот каждый день вот это вот а как мне отпустить отпустить как мне что человек отпустить как мне его отпустить потому что он дышать не дает Ну вот отца мальчика. Как его зовут? Как его зовут? Дэймон. Дэймон рядом, как ощущения? Ну я бы очень рада была. Я его как бы умоляла вернуться, и я понимаю... А зачем? Зачем мне Дэймон нужен? Если он не Мэтт Дэймон, да, зачем он мне нужен? Вот конкретно Дэймон зачем мне нужен? Ну вроде как люблю я его, не вроде как, а люблю, и хорошо мне с ним. Вот нет его, и что происходит со мной? Ну как отрезали, прям вот отрезали и все. Что отрезали? Ну прям вот как будто, я не знаю, руки-ноги отрезали мне. Больше руки или больше ноги, или еще голову отрезают? Да прям вот как будто бы меня вот... Не знаю, все у меня отрезали. Все у меня отрезали, и как будто бы жизни нету. То есть я не могу дышать, не могу, и вроде как... Что такого волшебного есть у Дэймона, без чего я не могу дышать? Ну вот что такой человек хороший как бы попался. А я из-за своих проблем, из-за своих вот этих всех крючков, и каких-то непонятных загогулин в голове, вот я как бы упустила, упустила и испортила все это. Из-за того, что все вот это у меня там висело, и я не отработала ничего, и вот так вот все попортила. И вот висит, что как бы вот такой хороший человек, и я как бы сама все это так вот упустила, и как бы что человек такая редкость, что который вот столько выдержал всего со мной и прошел, а я... Ну и что, подорвался на Минина какой-то? Подорвался, да. Подорвался на Минина. Чуть паролью. Ну задавила я его своими кукушками. Ну кукушками своими задавила, что кружка у меня ехала. Слушайте, ну видимо ему хорошо одному, пусть пожигает. Хорошо, он говорит, что хорошо ему, и говорит, что ему так лучше, что ему не надо. Ну то есть у вас еще помимо всех этих самоедческих моментов, еще и любовная зависимость есть. Зависимость, да, вот слово, которое я искала. Вот я слово искала, да, у меня какая-то прям вот как вот какой-то наркоман зависимый. От чего конкретно? От присутствия, вот от поддержки, от того, что вот просто то, что вот семья у нас, и что какое-то решение я принимаю, что я знаю, что я не одна принимаю. Как бы вот такое вот, что ну команда вот у нас, а команды больше нету. Я без него ничего не стою. Он ушел, а я рухнул совсем. Рухнул, да. Показав мне, что я не нужна. Понятно? Да. Что происходит. Ну давайте мы поработаем с этой программой. Я снова в том месте времени, где... Сейчас отпилим мы его от вас, не переживайте. Я снова в том месте времени, где начинает образовываться моя душа. И в этот момент, когда мне приходит сам Бог и говорит, дорогая Оля, в твоей жизни получится так, что однажды ты встретишь мужчину американца, которого зовут Дэмон, и влюбишься в него. Но он через какое-то время, после, когда родится ваш ребенок, решит жить один. И ты в этот момент будешь чувствовать, что как будто от тебя чего-то отрезано. И что у тебя нет опоры. Но все это для того, чтобы ты в этот момент почувствовал себя абсолютно счастливой, уверенной в себе, самодостаточной женщиной, которая любит себя и получает от этого удовольствие. Это для того, чтобы ты осознала, что для любви самое главное – это отношение само к себе. Это для того, чтобы ты себя почувствовал целостной, уверенной, самодостаточной. И что сам Бог в твоей жизни все сам решит гораздо лучше и эстетичнее, элегантнее, чем ты можешь себе представить. Это для того, чтобы тебе и одной было хорошо. И ты бы наслаждался этой свободой, получая от этого огромное удовольствие, просто так и без всякой причины. Чувствуя себя гармоничной, счастливой, сексуальной, красивой женщиной, просто так и без всякой причины. Как станет? Мне хорошо, спасибо. У меня прям... Ну все, отваливается. Что, вешаться будем? Нет, не буду. Я лучше мотоцикл куплю. Правильно. Вы можете купить прямо сегодня. Не так дорого стоит. Нет, не дорого. Не дорого. И бензина меньше ждет, чем автомобиль. Да. Ну только не гоняйся. Хорошо-то вы, может быть, экстремальщица еще к тому же. Ну я экстремальщица, да. Да, не надо гонять. Не надо гонять. Поездить можно. Кубить себе этот круизер. Не спортивный, а круизер какой-нибудь, да, чтобы... Ну не совсем Харли, 400 килограмм тяжелый. Ну да, но мне еще надо научиться, потому что я еще пока даже не умею. А, вы еще не умеете? Ну тогда на курс уходите. Я еще не умею, да. Оторвитесь там на курс. В автошколу идите учиться. Как самочувствовать? Ну все, у меня. Ну все, умирать не хочется. Не хочется? Что я там в будущем вижу сейчас? Я вижу. Да вот просто я вижу, что мне хорошо будет от того, что я буду делать, что мне хочется. Пойду, отучусь на езде на мотоцикл, буду ездить, и мне хорошо. Заодно психологом стану, да, еще? Ну заодно еще и психологом. Ну это у меня, конечно, вообще прилетело. Это такая, у меня бывает, у меня есть крайность в крайности. Нет, все нормально будет. У вас там полно задатков человеческих. В энергетике у вас хоть отбавляй, на самом деле. Энерджайзеры выше среднего. Ну у меня, да, у меня вот так вот. Или я энерджайзер, то есть из меня приводит. У вас много энергии выше среднего. Я вам еще раз объясняю. Это плюс и иногда минус, когда вы не понимаете, что на самом деле вам только надо расслабиться, у вас сразу сил будет столько, что вы там можете весь мир, Мексику там окучить, понимаете, да, без всяких проблем. Ну я, да. Так, выше среднего. Поэтому говорю, у вас очень много задатков. Вы можете еще двоих родить и даже не заметить, как это произошло. Большой потенциал здоровья, большой потенциал жизнелюбия. Просто вот вы немного в реакциях заплотались. Ну подвисли. И вы в этом не виноваты. Ну так произошло. Ну подвисание у меня, конечно, было жесткое. Просто жесткое было вообще. Это было. Знаете, сколько мы сэкономили? Да, с вами 9 месяцев занимались психоанализом. Это больше. Потом еще после того психолога, я еще и по поводу ветеранства я ходила. Там еще хуже. Я уже сказала, что не надо мне, потому что они только еще хуже делали. Я говорю, что уже не надо не звонить. Мы сейчас с вами сэкономили деньги американских налогоплательщиков. Да, американских налогоплательщиков и американской военной структуры сэкономили. Потому что они как-то присылали. Пусть мне все будет хорошо. Ну, прекрасно. Есть еще вопросы? Мне кажется, нету. Спасибо. Мне кажется, вы сейчас меня прям вот так вот распаковали и мне хорошо. Спасибо. Ну, в общем, учитесь наслаждаться. Немножко побомжуйся чуть-чуть. Не надо работать нигде. Все в порядке. Ну, и там дальше. Оно как-то само понимание придет, что делать дальше. Но при этом беспокоясь о том, что с личной жизнью что-то не так, не надо. Все, в свое время. Отношения сами придут и все само сложится. Вам ничего для этого делать не надо. Вам просто надо быть собой и не переживать об этом. Да, я прям вот чувствую. Хорошо сейчас чувствую. Отлично. Ну, все, удачи. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. До свидания. Счастливо. Пока.